вот решил показать вам удобства на паркинге которые есть тут туалеты на не на всех паркингах конечно есть туалеты но как бы каждый там грубо говоря 10 15 километров есть паркинг с туалетом на автобанах остановился тут на одном паркинге набрать водички в этих туалетах можно набрать воды а тут на этом паркинге вот она вот она я ребята я здоровенный здоровенный кстати вот к этим ветрякам кто не видел как выглядит лопасть говорил дикий паркинг только заехал пошел набрать водички сразу приехала полиция постоял тут немножко и поехала дальше то есть на паркинге где из заправки они заезжают намного реже их увидел забыл что мне тахобук не за пол вообще сегодня не заполнял почти что когда проснулся там типа 15 минут ящика поставил этого и все те шутачка лучше они сейчас ко мне подойдут но хорошо что не уехали сейчас быстро заполню тахобук так выглядит туалет запах конечно присутствует вот такая штука обычно вот видите тут нарисована сушка до вода и мыло обычно тут такие кнопки никак бы сенсорные не механические а тут получается стоит сенсор ты подносишь руку и он там где-то срабатывает короче он что-то срабатывает через раз и он у него получается подача воды дозируется там не знаю по 200 250 миллилитров я пока набрал такую бутылку короче что-то это долго было и вот это такие фокус ау вот так выглядит одна лопасть тут вот этого ветрогенератора вот одна вот вторая вот ты сами ветрогенератор прям зуму сейчас попробую с вами посчитать сколько метров длину одна лопасть вот так она выглядит что не видел лопасть от ветрогенератора там есть какой-то люк наверно можно туда залазить скорее всего то написано danger наверно только для персонала который умеет это обслуживать в общем давайте послали посчитаем сколько это херня длину получилось 77 шагов если считать шаг один шаг плюс-минус 30 сантиметров то получается сколько я сказал 77 вот их тут три штуки тут за вот этой вот горой там сейчас монтирует один из ветрогенератора сейчас мы туда поднимемся посмотрим можно ли увидеть что-то там там стоит кран не знаю видно ли вам ну там вот в окрестностях получается вот тут вот вот тут вот получается и на той стороне полость такая как бы ветряная ферма он там не можно немножко видно стрелу крана там монтирует еще один такой тепло ветрогенератор то есть тут идет строительство люди зарабатывают деньги на все множество ветряных ферм много солнечных ферм зачем строить атомные станции зачем стоит гидростанциях это гидростанции тоже присутствует но люди вкладываются в это за этим будущее опять же аппарат для нас чужды аппарат по продаже сигарет и вот цены на сигареты мальборо 650 причем 21 штука какие-то другие лм 7 евро лм дороже чем мальборо прикиньте мальборо red 7 евро честер 6 евро мальборо gold xl 23 штуки то есть такая у них сортировка 21 23 штуки 26 штук вот какие-то сигареты за 6 палаки страйк 22 штуки 650 вот такой циете деньги получаете пачку сигарет потому что воскресенье тут молоки и магазины работают точнее вообще практически не работают работают как только кебабы по воскресеньям кебабов очень много в каждом городе каждый город заезжаем в каждом городе есть кебаб причем не один-два там штук десять идешь так по улице на это улице может быть два-три кебаба они по воскресеньям работают я так заглядываю людей там конечно же нету буду все дома наверное сидят не знаю может уезжай куда-то на уикенд сейчас в городе весен 57 регион вроде бы индекс начинается с цифра 57 общем так выглядит вышел вылез со своего курятника решил прогулять втором центре в туалет а тут такая тема автомат с такими приколами анальные пробки мини вибраторы сходу хочу записать такое видео только что загружался на одной фирме короче там надо было сделать такой замельдунок типа прописку там как бы когда вы заезжаете там как это происходит обычно вы приезжайте на фирму там стоят эти охранники вы подходите просто записывайте свой номер телефона ой телефоном просто записывайте свой номер номер машины имя фамилию если у вас есть номер загрузки пишите номер загрузки на этой фирме все было не так это фирме стоят такие тачскрины получается возле этого тачскрина стоит камера вы будете свои данные номер загрузки номер автомобиля потом вы вас как проходит у вас проходит короткое обучение по технике безопасности потом вы сразу же сдаете по этой технике безопасности экзамен то есть вы должны запомнить те картинки которые вам показывают там вы должны запомнить и потом вы отвечаете по этим картинкам на вопросы там бывают не только картинки но и вопросы типа можно ли разговаривать по телефону во время движения или что-то типа такого поэтому получаете вот такую бумажку то есть то здесь ваша фотография с этой бумажкой вы идете опять же в офис который находится сбоку через вы находитесь в одном помещении где стоит эти тачскрины потом вы заходите в другое помещение там уже стоят сидят менеджеры да вы даете менеджерам эти бумаги вы должны показать что вас есть защитные очки вы должны показать что вы реально то есть у вас не то чтобы вы сказали что они у вас есть должны прийти именно в этих защитных очках wisdom прийти в каскеagt 된 питьев жилете вы должны прибки в этих ботинках с защитным носком, да, то есть они посмотрят на вас, что у вас действительно это все есть, потом подписывают документы, показывают на карте, куда вам ехать, вы едете, загружаетесь, этот человек, который вас грузит, потом проверяет, как вы крепите груз, хорошо или плохо, подсказывают, как его лучше закрепить, то есть это реально такой большой химический завод, потом он подписывает, опять же, вам документы, вы едете на выезд, перед выездом и сразу становитесь в паст, который идет на выезд, если вы еще заезжаете еще раз в офис, у вас забирают пропуск, который вам перед этим давали, у вас забирают документы, дают вам другие документы, дают вам ЦМР, потом вы идете, то есть садитесь в машину, подъезжаете уже к тому пасту, который идет на выезд, показываете там подписанный документ, у вас опять же подписанный документ забирают и все, то есть выезжаете, то есть в чем было, сложности в принципе не было, но в чем прикол, там получается, там нарисованы фуры, везде нарисованы фуры, только одна картинка на тачскрине, то есть выбирать, когда нарисована такая машина, типа на 3 пуфтонный такой, за доставчик бус. Я натекал в него сначала, вписал все данные в эту... по полям на этот бус, потом прихожу в это тоже, и он говорит, нет, неправильно сделал, ты должен выбрать фуру, на которой написано доставка, то есть на которой написано загрузка. Ты должен выбрать фуру, на которой написано загрузка. Я пошел опять, опять проходил этот тест, вот этот раз у меня все получилось, там вы вписываете номер прицепа, номер, есть ли у вас пассажиры, есть ли у вас потом какая-то дозагрузка или что-то типа еще. Я писал, что у меня ничего нету, никакие дозагрузки, их нету ни прицепов, ничего, в общем. Опять же, печатается эта бумажка автоматически, печатается уже с вашей фотографией, там по центру комнаты стоит такой принтер, даже не принтер, МФУ-шка, такое многофункциональное устройство, на него все печатается уже с вашей фотографией. Если вы успешно сдаете экзамен, оно печатается. Если вы не успешно сдаете экзамен, вы все начинаете заново. Вы еще раз просматриваете картинки, картинки могут быть уже другие, другие вопросы, другие как бы повествования такие. Вы опять отвечаете на вопрос, один мужик там уже говорит, я заколебался, я пятый раз уже тут отвечаю на эти вопросы, я говорю, там ничего сложного нету. Типа три вопроса, это вообще бред запомнить за пять секунд, потому что я когда второй раз заполнял, я даже эти повествования, эти засады, засады, ну короче засады, эти засады по БХП, я даже их не читал, я просто уже автоматом ответил на эти вопросы, хотя они были другие, в принципе там техника безопасности, вопросы по технике безопасности такие же, как и у нас на заводах, очень ничего сложного. Такое вот видео хотел сразу записать, просто интересно было в первый раз как бы мельдоваться на таком заводе, серьезном. В принципе я не знал, как это делается, но ничего сложного, думаю у вас тоже получится.